Сергей Никаноров без преувеличения посвятил свою жизнь спорту. В четвёртом классе пришёл в футбольную секцию, затем окончил Владимирскую школу футбола «Мотор». И уже в 22 года играл в первой лиге в составе Куйбышевских крыльев советов. Признаётся, это был незабываемый опыт. Знаете, самая главная победа – это в мои времена попасть в команду мастеров. Это было такое счастье. Сначала счастье, что тебя пригласили. Что ты прикоснулся к этим людям, небожителям, которые так умеют футбол играть. Такое счастье. Последние 11 лет Сергей Александрович работает тренером. Скромно отмечает его главная заслуга не в выдающихся данных, а в огромном желании играть. Поэтому и в своих подопечных ценит силу духа. Я, наверное, всех больше хотел. Из своих сверстников. И не выделялся какими-то там сверхспособностями. Больше всего хотел. И сейчас вот у маленьких всё-таки я больше ценю характер. Если есть характер, можно достигнуть. Не обязательно в футболе, там и в учёбе можно. Да, во всём. Но если характера нет, то ничего не получится. Совершенно другая история у Юлии Кехтер. В бодибилдинг девушка пришла уже в осознанном возрасте. Мама двоих детей твёрдо решила привести себя в идеальную форму. Три года тренировок. И вот Юлия уже занимает первые места. Мне хотелось пройти путь чемпиона. Узнать, правда ли реально стать чемпионом, если делать то, что делают они. У меня были и первые места, но самое высокое на данный момент, я считаю, что это вице-чемпионство Москвы. Первое место это было полтора года назад. Ярославль. Кубок Золотого кольца. Суздаль. Тоже первое место. Видное первое место. Вот. И соревнования покрупнее. Это Москва. Второе место. Юля занимается пять раз в неделю по два часа. Процесс подготовки никогда не останавливается. Это уже жизнь. Невозможно начать день и не захотеть двигаться. Потому что ты подвигался, ты зарядился и можешь потом уже жить свою жизнь. Денис Петров со спортом на «ты». 15 лет играл в хоккей, потом увлекся легкой атлетикой. На данном этапе я пробежал такие дистанции, как полумарафон, марафон, ультра-трейл. Это 110 километров за 13 часов. Чувствуешь себя как феникс. Ты сгораешь и заново перерождаешься. Бег для спортсмена и медитация, и преодоление себя. Это девиз, который поможет всем новичкам. Терпеть и работать. Бег – это движение, это жизнь. Самые невероятные цели ставят перед собой наши герои. Тренер Сергей Никоноров надеется открыть нового Месси. Бегун Денис Петров преодолеть 110 километров за 12 часов и войти в топ-100 лучших бегунов России. А Юлия Кехтер стать мастером спорта и выступить на чемпионате мира. Алена Кудряшова, Артем Михайлюта, Татьяна Семенова.